Приветствую всех на канале Алло! Сегодня мы говорим про смартфон компании Moto, который меня по-настоящему тронул. Если вы смотрите предыдущие наши видео, наши обзоры, то вы знаете, что я очень люблю смартфоны компании Moto и тому есть несколько причин. Во-первых, потому что эти смартфоны вообще не похожи на другие смартфоны других компаний. У них уникальный дизайн. Во-вторых, потому что все-таки компания Lenovo, которая обладает этим родом, удалось сохранить вот эту вот, не знаю, изюминку смартфонов. Американский дизайн, он здесь все-таки чувствуется. Мы уже делали обзор Motorola Z2 Play и сегодня у нас на обзоре Moto Z2 Force. И признаться честно, когда он ко мне приехал, я ничего не знал про эту модель, потому что как-то выпал из информационного поля. Просто взял его в руки, смотрю, думаю, ну новенькая Motorola, похоже чем-то на предыдущие модели. Оказалось, что у этого смартфона есть две очень крутые изюминки. Во-первых, это невероятная мощность, а во-вторых, это еще и защита от ударов. И на первый взгляд так не скажешь. Включайтесь, поехали. Внешний смартфон выглядит свежо. Да, он похож на брата среднячка Z2 Play, но при этом не похож ни на один другой смартфон. И его точно ни с чем не перепутаешь. Сам девайс очень тонкий, но при этом какой-то хлипкости в нем нет. Наоборот, он уверен в себе и выполнен очень монолитно. Конечно, можно придраться к тому, что экран здесь окружает, немаленькие рамки, что нет 18 в 9 соотношения сторон и прочих модненьких штучек. Но тем не менее, он смотрится не как устаревшее устройство, а как современный гаджет, который выделяется из огромной серой толпы. Задняя панель выполнена из шлифованного металла. Внизу расположены коннекторы для модулей Motorola, а сверху блок сдвоенной камеры со вспышкой, которая почему-то напоминает мне забавную рожу. Именно камера выделяет этот смартфон из толпы, и вы никогда не спутаете этот смартфон ни с каким другим. Вот так прямо видно, что это Motorola. Но, вот что забавно, многие критикуют разные смартфоны за то, что у них камера якобы торчит. Дело все в том, что камера у этого смартфона торчит сильно, но это конструктивная особенность, потому что он предназначен именно для вот таких накладок Moto Mods. В нашем случае в комплекте вот такая приятная тканевая, очень при этом жесткая, износостойкая накладка, которая придает этому смартфону некой брутальности. И, сами видите, камера здесь абсолютно плоская. Все клавиши управления находятся уже на типичных местах для таких смартфонов, а вот разъем здесь один, это Type-C для зарядки и для наушников. Да, да, 3.5 миниджека тут нет. Кстати, переходник с USB Type-C на 3.5 миниджек есть в комплекте, так что это очень хорошо. Спереди, помимо большого дисплея, расположились датчик, фронтальная камера со вспышкой, динамики и сканер отпечатков пальцев, который работает очень-очень быстро и практически без ошибок. Как я уже сказал, этот смартфон очень похож на другие модели компании Moto, и даже со стороны можно и не отличить. Но насколько велика разница в технических характеристиках, и сейчас вы сами все поймете. В этой модели установлен просто царский P-OLED дисплей с разрешением 2560 на 1440 точек. У него хороший, минимальный и максимальный порог яркости, что позволяет использовать смартфон с комфортом вообще в любых условиях. Здесь огромные углы обзора и чуть не реалистичные цвета, которые отдают холодными оттенками, но при этом он очень контрастный. На благо это все можно настроить и отключить агрессивную картинку, хотя, впрочем, есть велика, ему она действительно нравится. И самое главное, внимание, экран этого смартфона прикрыт не стеклом, а пластиком, специальным противоударным пластиком. Сама компания называет это покрытие Shutter Shield. Фишка его в том, что если смартфон упадет на твердую поверхность, экран не разобьется. Компания-разработчик ухитрила сделать его полностью прозрачным и очень напоминающим стекло. Так что если бы вы не знали, что это пластик, вы бы абсолютно ничего бы даже не заметили. Кстати, на сам экран еще и нанесена защитная пленка, которая будет идти в комплекте, возможно, даже в нескольких экземплярах. Она не обладает какой-либо там износостойкостью, но, однако, она может защитить смартфон от нежелательных царапин, к примеру, из-за песка или пыли. Ведь экран-то противоударный, но царапины все равно могут остаться. Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 835. Это флагманский на данный момент процессор, потому что 845 еще, в принципе, не поступил в продажу в каких-то смартфонах. Этот смартфон является сейчас самым мощным на рынке. А в качестве видеоускорителя здесь используется Adreno 540. Тоже невероятно мощное решение. В этом смартфоне 6 гигабайт оперативной памяти, а объем постоянной памяти 64 гигабайта. Память можно расширять карточками microSD. А вот сим-карту можно использовать только одну. Запас производительности Moto Z2 Force очень трудно описать словами, когда я впервые запустил на нем обновленный бенчмарк Antutu, который, кстати, очень неплох, и увидел на нем 200 тысяч баллов, 210 тысяч баллов. У меня просто волосы на голове дыбом стали. Я понял, что речь идет прям о серьезном решении. И вот что еще очень приятно. Смартфон работает на Android 8-го поколения, то есть Oro, последний Android. А если учитывать то, что интерфейс Motorola очень-очень приближен к чистому Android, который стоит в пикселях, то это только плюс. Система работает невероятно быстро, то есть это на самом деле свежайший флагман, который купить можно сейчас с запасом на 2 года как минимум. Ввиду небольшой толщины, а смартфон это действительно очень тонкий, сюда удалось вместить аккумулятор на 2730 мАч, что достаточно на целый день работы. И учитывая тот факт, что операционная система постоянно оптимизируется под бережное использование аккумулятора, показатели автономности здесь отличные. Хочется больше? Да не вопрос. Покупаем модуль со встроенной батареей и используем его на здоровье. Мото могут себе это позволить. Конечно же стоит вам напомнить, что в комплекте со смартфоном Motorola идет фирменный блочок питания Turbo Power. Это быстрая зарядка 5 Вольт 3 Ампера. Очень быстро заряжает. Прям очень-очень быстро. Мне кажется, что среди всех смартфонов с быстрой зарядкой этот смартфон будет находиться где-то в тройке лидеров. Если вы смотрели внимательно этот обзор, то обратили внимание, что здесь нет нигде звукового динамика. Все очень просто, потому что он используется в паре с разговорным динамиком. Звук предельно громкий, который вообще может позволить себе такое решение. Однако, опять-таки, вы можете докупить себе дополнительную колонку в виде Moto Mods и слушать все громче. В этом смартфоне установлена двойная камера. Один модуль цветной на 12 Мп со светосилой 2.0. Второй модуль монохромный, тоже 12 Мп и тоже светосилой 2.0. Оптической стабилизации здесь нет. Это, конечно, нельзя назвать плюсом, но в целом снимки получаются с высокой детализацией. Также возможен эффект в боке. Но, как и все смартфоны, Z2 Force немного ошибается при размытии. Это простительно. Фронтальная камера здесь на 5 Мп, что как бы немного, но для селфи вполне себе хватает. Понятное дело, чем отличается этот смартфон от других. Возможность прикреплять сюда и модернизировать его разными модулями уже нам известна, потому что мы до этого встречались со смартфонами компании Moto. И держав это в голове, нужно помнить, что, во-первых, у этого смартфона очень крепкий экран, а, во-вторых, технические характеристики этого смартфона прям по-настоящему флагманские. Местами даже запредельно флагманские. Именно это выделяет смартфон на рынке. Мне очень нравится, в каком направлении движется компания Moto. Я действительно хочу, чтобы люди, которые когда-то любили бренд Motorola, начали пристально присматриваться к этому решению, потому что это действительно достойный смартфон, достойный каждого человека и достойный каждого кошелька. С вами был Иван Лучков, канал Алло. Подписывайтесь на канал и не забывайте заходить к нам на телеграм-аккаунт. Там интересно и все как положено. Пока.